Всероссийский день ходьбы, это ежегодный спортивный праздник, проводится в рамках программы «Олимпийская страна» под эгидой федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Миллионы участников в разных городах России выходят на улицу, чтобы быть активными вместе. Это такой, будем говорить, физкультурно-спортивный проект, который позволяет вместе с семьями, бабушками, дедушками прийти сегодня на эту площадь, получить бесплатно футболку, которую мы сделали, получить бесплатно воду брендированную и с удовольствием прогуляться по этим красотам Владимира, именно по центральной улице через Золотые ворота. На старт во Владимире вышли 5000 человек, семьи с детьми, учащиеся школы и колледжи, студенты, в первых рядах губернатор области, председатель законодательного собрания, олимпийские чемпионы и организаторы мероприятия. До старта всего несколько секунд. Ну что, друзья, вместе зайдем обратно отсчет. Здоровый образ жизни – это движение. Начать можно с ходьбы. Не обязательно спортивной или скандинавской. В данном случае – просто с ходьбы. Вообще, такие нормы есть, что нужно пройти 10 тысяч шагов в день. Я полагаю, что ходьбу, вот именно такое количество шагов должен проходить каждый человек. Это укрепляет суставы, сердечно-сосудистую систему, ну и позволяет вообще улучшить настроение. Заниматься ходьбой рекомендуют не менее трех раз в неделю. И почему бы не начать вот в такие праздники. Тем более, задача простая – пройти всего лишь символический километр. От театральной площади до Соборной. Самому младшему участнику дня ходьбы три года, самому старшему – за 80. На самом деле, сегодня победители все присутствующие здесь на празднике. Победители те, кто разделяет вместе с нами идеалы спорта, идеалы олимпизма, кто любит свою страну. Губернатор отметил, что администрация области уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры, чтобы каждый мог заниматься любимым видом спорта, вести здоровый образ жизни. В этом году уже открылись три спортивных объекта – в Красной Горбатке, Муроме и Александрове. На очереди спортивные центры в Коврове, Ставрово и Киржаче. Сейчас видно, что людям очень интересно поучаствовать в таком массовом мероприятии, заразиться хорошим настроением и вдохнуть в себя спорта и здорового образа жизни. Поэтому считаю, что такие мероприятия очень важны, и то, что это стало уже традицией для Олимпийского комитета. Я считаю, что их надо продолжать. Председатель законодательного собрания Владимир Киселев также принял участие в празднике спорта. Он сам сторонник спортивного образа жизни и считает ходьбу самым доступным видом физкультуры. Я сам с удовольствием занимаюсь физкультурой, с удовольствием занимаюсь спортом. Больше, конечно, бегаю, но с удовольствием и хожу. И если про легкую атлетику говорят, что она королева спорта, то, наверное, про ходьбу можно сказать, что ходьба – это царица физкультуры. Кроме самого возрастного и самого юного участника праздника, организаторы отметили самую спортивную семью, самый спортивный детский сад, самый спортивный класс и коллектив. Среди награжденных 9-летний Даниил занимается в школе биатлона. Считает, что диплом получил заслуженно. Все ребята из его секции выступают за здоровый образ жизни. Все, кто у меня были на тренировке, они все принимали участие из-за того, что спорт считается нормой жизни. День ходьбы в этом году проходит с начала октября по всей России. Также во Владимире в эти дни проводится Всероссийский форум Олимпийских советов. Основная тема – привлечение населения к здоровому образу жизни. Александр Инин, Наталья Старковская и Сергей Власов.